Добрый день, мои дорогие! Ой, дождик пошел ни с того, ни с сего. Как хорошо. Да, наверное, сейчас и пройдет. Ой, как вспомню, в Мурманске, ну, летом очень часто дожди. Часто-часто. А здесь прям каждому дождику радуешься. Вот она, горлица, спрашивали девчонки. Через щетку плохо видно, которая ухает, как сова. Покрупнее голубя. Угу, угу! Дождик загнал животных в дом. Угу. Филька лезет постоянно играть к Кобе, а Коба его еще никак не принимает. Ничего, привыкнут друг к другу. Что, слушаете, гром гремит? Что, Кабася, блохи кусают? Капаешь тебе, капаешь на холку. Они не помогают нифига. Капаешь. На. Филька. Убежал? Ну, это он ненадолго. Он опять к тебе пристанет. Отбирай. Нет, пошел. Сразу надо сюда. Ну что, поедемте, сгоняем в Черноморск. Надо мне на рынок, на почту, как всегда. Вот эти какие. Трехголовый подсолнух у меня получился. А то мне одной без вас скучно. Видите, как оживляется наша остановка. Все больше и больше людей. Конечно. Конец июля. Самый наплыв народу. Вот скажите мне, с чего я взяла, что сегодня среда? Ой, сегодня вторник, видимо. Приехала на цыганский рынок. А тут тишина. А завтра здесь будет все забито. Прилавками. Народом. Да. Ну ладно, пойдем на почту. А это для тех, кто не знает. В Черноморске уже больше полгода функционирует кинотеатр. На территории вот этого южного рынка. Ну, конечно, он в таком месте, что и сразу не найдешь, как говорится. Но он есть. Ой, какой красавец. Ой, нечего мне тебе дать, зайка. Ой, какой ты красивый. Красавец. Чистенький такой. Вот так вот. 10 рублей въезд на рынок стоит. Вот, пойду вот по этой улочке схожу. Я по ней еще ни разу не ходила. Гостевые дома какие. Ну вот, в аптеку я сходила, заказ забрала. С цыганским рынком у меня что-то пролет сегодня получился. Вот сейчас еще на почту схожу. Мне уже полвосьмого позвонили девочки с почты, чтобы у меня пакет пришел. Да, в этом отношении, конечно, очень хорошо. К нам же на волну почту не носят. Поэтому они мне звонят и говорят, что, ну, что-то пришло у меня. Вот, и я тогда еду. Вообще, девчонки, конечно, на почте, ну, замечательные работают. Хорошие, отзывчивые такие прям. Хорошие. Вот видите, какая дорога тут. Ну, понятно. Это же не центральная улица. Это улица Чехова. Практически центр. Ну, зашла еще в хозяйственный магазин. Купила две лампочки таких вот. Вот с таким, с тоненьким цоколем мне надо. И дихлофос. От всяких пришельцев незваных. Да, насекомых-то тут хватает. Сегодня нам мальчик должен отформатировать диски мои. Ну, те, что я записывала там последние годы. И тогда можно будет снимать видео с путешествиями. Вставлять кусочки там. Ну, это я уже почти дошла. Я на Чапаева вышла. Там сейчас будет почта. Вот какие дома. Как все серьезно. У людей налажено. А что, тут до моря пять минут идти. Центр города. Так интересно. Дом вместе с банком. Пристроен к банку. Ну, раньше-то тут не банк был. Детский мир, что ли, мне говорили. Теперь банк Россия. Ой, абрикосы эти бедные. Ну, еще висят. В этом здании, там со двора, вот нотариус, к которому я два дня ходила. Ну, вот наша пешеходная улица в центре. И моя почта, любимая. Это пешеходная улица. Казахстан, как пакетами. Получила. А что такое у нас было такое длинное? Да и не помню. Надо посмотреть. Любопытно. Вон какая техника убирает. Слушайте, я не видела такую раньше тут. Ничего себе. Какая техника дошла до Крыма. Здравствуйте, девушки. Ну, что вот делать? У меня еще почти час. До автобуса. Пойти сходить на пляжик. А, я сейчас пойду вон туда, на Лиман схожу. Я там еще не снимала. Листик есть, Ира? Нет. Пирожок с персиком. 20 рублей. Вкуснотища. Особенно, когда утром не позавтракала. Сбежались на мой пирожок сладкий. Здесь, видно, какая-то торговая точка была. Ну, все. Заброшено. Вон и лебеди там. Наверное, не видно. Вот я еще не умею приближать. Ну, там, а там вон море. В той стороне. Никому не надо 26 соток в центре города на берегу Лимана. Тут даже какое-то здание строили, не достроили. Ну, нет, что-то было. Что-то было раньше. 26 соток. Ну, прям напротив. Вот видите? Тяжелое наследие прошлого. От 12 гривен. 4 года прошло. А это крытый рынок. На площади. Ну, сейчас зайдем посмотрим. Широко. Половину рядов снесли, что ли? Здесь было так узко. Не пройти, не проехать. Шапки меховые. Очень актуально в этом сезоне. Ну, меня, как всегда, конечно, тянет к украшениям. Но тут пластмасса. Ну, и все, весь рынок. Ну, и все, весь рынок. Рейды проходят, гоняют тех, кто торгуют молочной продукцией. Ну, так вот тут сидят на картоночках и продают. Сказал, мужчина. Первый штраф 5 тысяч. Потом будут проблемы. Бабушка торгует орешками. Шелкуют себе. Шелкуют себе. Шелкуют себе. Я тут живу. Морочников. Забрала мне лица. Ну, что, надо идти на автобус. Ой, мне вот так же надо двор весь подметать. Листиков каких-то поналетало. А что-то посмурненько стало. Какие-то тучки идут. Ну, и время еще есть. Пойду еще зайду в магазин. Такие они хамы. Эти водители. Стекло грязное, конечно, наверное. Не знаю, что там. Видно будет, не видно. Такая, да? Я, наверное, не все люди, как люди, а я зато звезда. Да. Как вы знаете, мне уже сегодня говорили. Я говорю, у вас такой тип знаменитый. Я вообще. Ну, не успела. Зальница. Зальница. Море сегодня вообще. Да? Здравствуйте, товарищ дорогой. И где же вы трое суток шлялись? Ну, вот я домой приехала. Трое суток не было этого засранца. Где ты был? Черный. Ну, что это такое, а? Старый пес. Все шляешься где-то. Я уже думала, что случилось с тобой. Ой-ой-ой-ой-ой. Думаю, погибла, наверное, моя собака непутевая. Так. Так. Тут вот еще встречают. Ой, надо все подметать. Шипит еще. Рычит. Ой-ой-ой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова